С первым снегом сошли и крышки люков. Жительница микрорайона Магнитка Светлана Киселева ходит по этой дороге ежедневно. Женщина утверждает, такие пропажи не редкость, но как бороться с этим местные жители не знают. Никто ведь за руку не пойман, как бы ведь никого не поймаешь и не увидишь, куда они подевались, эти люки. Издалека пропажу крышки колодца можно и не заметить, а значит риск провалиться более чем реален. Люди сами сооружают ограждения из подручных материалов и опасаются за жизнь детей. Крышки люков для воров – особая ценность. Правда, сейчас выручить деньги за металл довольно сложно. В официальных пунктах приема металлолома такую добычу не принимают. Ну, я вам сказал, что мы не принимаем все, что я могу сказать. Ну, то есть и люди, в принципе, в округе это знают прекрасно. Конечно. Ксюда никогда никто его и не возит, эти люки. Ну, а вообще, как бы, бывает такое, что кто-то хотел там? Нет? Нет, даже не спрашивают. Я уже работаю здесь 12 лет. За это время ни разу люки не привозили. Но, как уверяют в городском водоканале, с начала этого года уже недосчитались почти трех десятков крышек канализационных люков. Установка только одного нового обходится почти в 3,5 тысячи рублей. Поэтому предприятие ищет антивандальные варианты. Танковый, который с обечайкой сразу же, то есть его не отделить, скажем так, от обечайки. Второй вариант – мы переходим на пластиковые люки, где возможно. Мы будем стараться, есть вот задумки, скажем так, садить люки на цепи. Заявление о пропаже конвенционных люков от водоканала поступило в полицию сразу же после праздников 10 марта. Сейчас правоохранители ищут злоумышленников и устанавливают сумму ущерба. Серия подобных краж была зафиксирована в городе чуть больше месяца назад. Преступников задержали по горячим следам. И тогда же к решению проблемы подключились пероуральские общественники. Молодежная организация МОПС призвала горожан к совести. Мы купили краску, сделали трафареты и на крышках конвенционных люков написали слово «совесть». Ну, просто хотели этих людей призвать к совести, потому что на самом деле проблема очень серьезная. Вот страшно представить, если ты вдруг окажешься на месте человека, который провалился в этот люк, или на месте родителей, у которого ребенок упал в этот люк, потому что проблема серьезная. Пока активисты прошлись только по центральным улицам Пероуральска, но обещают призвать к совести и на Магнитке, и в других микрорайонах. Правда, после того, как на открытой колодце установят новые крышки. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интера-ТВ.